Ударить из интернета, вы знаете такую поговорку, многие уже ее на себе опробовали, что что-то выложил, а потом говоришь, удалю-ка я. А нет, все уже разлетелось, и есть огромное количество копий этого материала, и кто-то это сосканировал, ну в общем, короче, что вылетело, что называется, уже не поймаешь. И вот тут есть такая же история про искусственный интеллект, который запоминает наши действия каким-то образом, как нас, как личности, и себя цифровал, где-то там, что себя, значит, на полочку положил, Теперь, когда мы поменялись, или хотим поменяться, искусственный интеллект еще и не даст. Слабый сигнал сети. Отпечатках мы отображены, как некий объект, который ведет себя вот таким образом, и поменять это... Соединение установлено. Невозможно, так это или нет, мы сейчас спросим нашего гостя, Алексея Андреевича Незнанова. Алексей Андреевич, он с нами? Пока не отвечает. Суть примерно в следующем. Статья, которую дали нам на ознакомление, она говорит страшное. То есть есть некие лица в датамассиве, но это мы с вами, по сути, да. И искусственный алгоритм, он не умеет забывать персональные данные. Что это такое? Ну, как-то это пугающе звучит. Вроде как мы с вами, значит, ходим по улицам, как-то себя ведем. Искусственный интеллект нас оцифровал, запомнил, какую-то модель поместил, и потом с этой модели, в общем-то, выбраться уже невозможно. У нас на связи, да, появился наш гость Алексей Андреевич, вы с нами? Да, добрый день. Да, здрасте. Вот, собственно, старший наш сотрудник Международной лаборатории интеллектуальной системы и структурного анализа в школе экономики Алексей Андреевич Незанов вам сейчас все объяснит. А в чем там ужас? Это то же самое, что нельзя удалить информацию из интернета, да? Также нельзя искусственный интеллект, когда он на тебе чему-то научился поменять взгляды о тебе? На самом деле, тут следует различать сразу несколько очень важных кусков. Почему? Потому что есть кусок данных классических, к которым мы привыкли по, например, базам данных. И здесь достаточно легко удалить какой-то кусочек этих данных. Мы сейчас разберем, чем отличаются, может быть, да? Второй очень важный кусок – это современные нейросетевые модели машинного обучения, где как раз мы пытаемся решить, в первую очередь, задачи классификации объектов. И это у нас знания, которые в некотором смысле преобразованы в набор весов нейронной модели, нейронной сети. Что получается? Получается, что непосредственно сопоставить вес какого-то нейрончика с какими-то данными из некой, допустим, базы данных очень-очень тяжело. Это в области называется проблемой интерпретируемости нейромоделей. Нам пример нужен. А, Алексей Андреевич, у нас такой нам беспример. Значит, если мы сказали в данном случае нейросети много картинок собачек и кошечек, и сказали научись на этих примерах собачьих и кошечек различать собачек от кошечек, то у нас появилась в результате глубокая нейросеть, у которой там много-много уровней и много-много весов. И дальше...